Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор 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 субтитров 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 А.Егорова То есть мы вопрос закроем. Железнодорожная станция с еще сохранившимся вокзалом имеется и в вершине Тёи. Пассажирский вагон останавливается здесь впервые за многие годы. В основном ветка служит для перевозки грузов. Пока еще здесь добывают железорудный концентрат. Но Тёйский рудник, филиал компании «Евраз», оказался на грани закрытия. На встрече с горняками Виктор Зимин заявил, что Хакасия будет бороться за предприятие. Не дай бог будет принято такое решение, хотя бы озвучено собственником, что будет сокращение производства. Все акции обрушивают евросходы. Одним только своим политическим заявлением, что с этим партнером нельзя работать, нельзя сотрудничать, потеряют больше. В администрации не скрывают, планы по консервации предприятия были. Но сегодня, несмотря на продолжающийся кризис на рынке черных металлов, в компании прорабатывают вопросы не просто как спасти предприятие, а как повысить его привлекательность и увеличить экономические показатели. В настоящий момент мы формируем бюджет на четвертый квартал. Далее параллельно разрабатываем бюджет на 2014 год. Сегодня вопрос о закрытии предприятия уже не стоит. В целом позиция компании будет зависеть от конъюнктуры рынка. Может вновь поставить тёйский рудник на грань закрытия, а может дать возможность дальнейшего развития. Как заявил Виктор Зимин, не хотелось бы зависеть только от ситуации на рынке. И поэтому в вершине тёй планируют параллельно создавать другие производства, не имеющие отношения к металлургии. Алексей Гончаренко, Сергей Казмин, Вести, Хакасия. Очередь в детские сады Абакана сократилась на 300 человек. В столице республики открыли новое суперсовременное дошкольное учреждение. Капитошка стал юбилейным, сороковым по счёту городским детским садом. На торжественном открытии побывали и наши корреспонденты. Сегодня глава республики Виктор Зимин и градоначальник Абакана Николай Булакин торжественно открыли современный детский сад Капитошка. На его строительство ушло чуть больше года. Потрачено 180 миллионов рублей, из них половина – федеральные деньги. Впервые за все последние годы для решения проблемы нехватки мест в детских садах пошли федеральные деньги. Ежегодно в городе рождается около 2,5 тысяч малышей. Новый детский сад рассчитан на 300 мест. Чтобы работать на опережение, в год нужно сдавать по 2-3 объекта. Для городского бюджета это огромные средства. Без финансовой поддержки Абакану не обойтись. Глава Хакасии Виктор Зимин заверил, что и в дальнейшем в республиканской столице будут передаваться федеральные средства на строительство детских садов. 70 миллионов или 80 миллионов от 300, вы видите, в процентах. Вот данное было столице. И еще одно решение мы приняли. То, что защитили на федеральном уровне деньги. Николай Генщик, еще есть еще одна инициатива. По этому уже году я не хочу опережать события. Но сколько бы столица не освоила средств в этом году, ресурсы мы отдадим. С открытием Капитошки Абакан окончательно перешел на новую технологию возведения детских садов. Безригельный каркас позволяет строить более свободные помещения. В новых зданиях просторные группы, широкие коридоры. Нормой становится наличие в детских садах физиокабинета, мини-поликлиники и бассейна. Малыши, как и взрослые, пока пришли в Капитошку только на экскурсию. Полноценно детсад заработает через полтора месяца. 12 групп на 300 детей. Тесно точно не будет. Я самая счастливая бабушка, когда дети, мои внуки будут ходить в эти садики такие, которые я вообще, я первый раз вижу такое чудо, мои дети не ходили в садик. Я вообще, я поражена такой красотой, такой эстетикой. Стали закруглены, нигде нельзя удариться, это вообще чудо. В планах правительства ликвидировать очередь в детские сады Хакасии к 2015 году. Больше всего в новых помещениях для малышей нуждается столица республики. Уже через полтора месяца в Абакане начнется строительство 41-го муниципального детсада. Олеся Калинченко, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Неожиданный предвыборный скандал разразился в Абазе, и замешаны в нем оказались священнослужители местной церкви. Накануне на сайте Абаканской епархии Русской Православной Церкви появилось официальное заявление. Священник Вадим Меньшов не давал разрешения на участие в агитации за одного из кандидатов в Верховный Совет Хакасии. Как следует из заявления, по городу в последние дни распространяются листовки, на которых священник сфотографирован вместе с кандидатом. Приводятся слова поддержки, якобы сказанные батюшкой. Цитата. «Заявляю, что размещение в этих листовках моей фотографии со словами поддержки данного кандидата со мной не согласовывались. Я сожалею, что люди, приписавшие мне слова, которые я не говорил, пошли на такой подлог». Конец цитаты. Добавим, священникам по правилам запрещено участие в любых предвыборных кампаниях. Последуют ли какие-либо санкции в отношении кандидата, пока неизвестно. Имущество Абакан-Вагонмаша арестовано за долги в 14 миллионов рублей. Основную часть этой суммы завод задолжал энергетикам. Накануне судебные приставы арестовали компрессорную станцию, объекты на промплощадке и двухэтажное здание на территории завода. Если в ближайшее время Абакан-Вагонмаш не оплатит долги, все имущество уйдет с молотка. В Акасии объявлен сбор помощи пострадавшим районам Дальнего Востока. От катастрофического наводнения в бассейне реки Амур, которое началось еще в июле и продолжается до сих пор, пострадало почти 100 тысяч человек. Десятки тысяч эвакуированы. Многие остались без крова и средств к существованию. Затоплены дома, пришли в негодность мебель, одежда и предметы быта. Уничтожены урожай и заготовки на зиму. Оказать посильную денежную помощь призывают рядовых жителей, предприятий и организаций республики. И сегодня стало известно, сотрудники Минспорт-туризма Акасии переведут однодневную зарплату в фонд помощи пострадавшим на Дальнем Востоке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА